Здравствуйте, мои дорогие любители видеоигр. Лето близится к неминуемому концу, и на его смену приходит сентябрь. Для кого-то вполне себе долгожданный, ведь изнуряющая жара наконец-то вот-вот закончится, хоть это и не точно. А для некоторых далеко не самый желанный месяц. Пришла пора выходить на учебу в школу и сидеть на скучных парах в универе, а то и вообще на работе. В общем, ничего, казалось бы, веселого ждать не стоит, но, как ни крути, все это компенсируется одной безусловно прекрасной новостью. Ведь с завершением лета сходит на нет и традиционное игровое затишье, которое все мы с вами категорически не приветствуем. Осень — время громких новинок, что в полной мере подтверждает наш сегодняшний выпуск. Тут вам и долгожданный релиз одного мясного экшена по популярной франшизе, интригующее продолжение отличной гоночной серии и даже выход сразу нескольких проектов для фанатов стратегии на любой вкус и цвет. И, как водится, это лишь верхушка айсберга. Никаких вам на сей раз пиксельных симуляторов огорода. Присаживайтесь поудобнее, прожимайте палец вверх и погнали! На очереди свежий календарь игровых релизов — сентябрь 24-го. Открывает месяц релиз «Гарри Поттер Квидич Чемпионс» — динамичной многопользовательской игры, посвященной популярной спортивной дисциплине во вселенной Гарри Поттера. В ней, в отличие от «Хогвартс Легаси», не будет предусмотрено никаких других активностей за пределами этой спортивной игры. То есть она будет всецело посвящена Квидичу. Как и персонажам из книг и фильмов, Квидич Чемпионс игрокам предстоит летать на волшебных метлах над огромным полем, уклоняться от одних заколдованных мечей и ловить другие, стараясь набрать как можно больше очков. Несмотря на то, что глубокого сюжета от проекта почти наверняка можно не ждать, в игре точно появятся знакомые персонажи. Например, в одном из трейлеров успел засветиться не только сам мальчик, который выжил, и его друзья из Хогвартса, но также и герои из других школ чародейства и волшебства, вроде ученика Дурмстранга Виктора Крама. Разработчики обещают увлекательный режим карьеры, как одиночный, так и с кооперативом на троих. Соревновательные мультиплееры, широкие настройки индивидуализации персонажа. А вот поддержка русского языка, к сожалению, не заявлена. Квидич Чемпионс ожидается на ПК, PlayStation 4.5, Xbox One и Xbox Series. Версию для Switch обещают выпустить ближе к концу года. Еще 3 сентября студия Supermassive Games, которую мы знаем по антологии хорроров The Dark Pictures, представит The Casting of Frank Stone, одиночную игру во вселенной популярного кооперативного экшена Dead by Daylight. Известно, что новая игра будет использовать тот же стиль игрового процесса, что был в предыдущих играх Supermassive, таких как Until Dawn и The Dark Pictures, с характерными элементами вроде QTA и выбора диалогов. Игроку предстоит взять на себя роль группы друзей, которые приезжают в городок с целью снять кино в жанре хоррор, но в итоге сами оказываются в нем, после того, как обнаруживают тайное логово маньяка с садистскими наклонностями. На протяжении всей игры игрокам придется испытывать свою решимость и смекалку, решая головоломки окружающей среды, принимая тяжелые решения и реагируя на события в реальном времени, в поисках подсказков, скрывающих общую картину. Авторы обещают, что решения, которые игроки будут принимать по ходу прохождения игры, окажут существенное влияние на ее сюжет. Скажите, есть ли здесь самые что ни на есть олдовые игроки? Те, кто покупал игры не в цифровых магазинах и не в огромных сетевых супермаркетах, а на рынках. В то время солнце светило ярче, трава была зеленее, а локализация была разве что от энтузиастов с микрофоном за 30 рублей. И вот, кажется, те времена вернулись. Солнце светить ярче не стало, но покупать игры снова стало затруднительно. Остается вновь идти на рынок, а вернее на базар. Но это гораздо удобнее, чем несколько десятилетий назад. Ведь PlayBazaar — это сервис, с помощью которого вы сможете выгодно приобретать игры и подписки в PlayStation Store. Здесь вы можете купить любую игру, от новинок, таких как Black Me FooKong, да уже давно вышедших игр. Вам приобретут игры на ваш аккаунт по актуальной цене со всеми скидками и акциями. Кроме того, вы сможете оформить все уровни подписки PS Plus с сотнями игр. Так, например, годовую подписку PS Plus Extra по скидке можно взять всего за 3890 рублей. Надежность сервиса подтверждает многочисленные отзывы на разных площадках. Для зрителей нашего канала также действует промокод DLC, дающий скидку 5% на первую покупку. Покупайте игры в магазине PlayBazaar по ссылке в описании. 4 сентября всех поклонников увлекательных РТС порадует релиз Age of Mythology Retold — обновленной версией культовой стратегии 2002 года от Microsoft. Разработчики называют Retold настоящей эволюцией оригинальной игры и обещают, что она станет приятным сюрпризом как для тех, кто впервые знакомится с серией, так и для преданных фанатов. В игре ожидается кампания из 50 миссий, новые испытания богов, проходить которые можно будет как в одиночной, так и в сетевой игре, и мультиплеер на 12 человек со сражениями в режиме 1 на 1 или против компьютера. Изменения в игровом процессе будут по минимуму. Например, игроки теперь сами смогут решать, когда и какие умения будет применять тот или иной юнит, а одноразовые божественные силы теперь можно будет использовать многократно. А вот графику существенно доработают. Картинка получит обновленные текстуры, освещение и поддержку трассировки лучей. 6 сентября компания Capcom выпустит AC Tierney Investigations Collection, собрание двух игр из серии детективных адвенчур, в которые войдут ремастеры AC Tierney Investigations Miles Edgeworth и AC Tierney Investigations 2 Prosecutors Gambit. Игроки вновь встретятся с прокурором Майлсом Эджвардом, который вместо судебных разбирательств занимается расследованием преступлений, собирая улики и решая логические задачи. Обновленные версии смогут похвастаться HD-графикой и улучшенными модельками персонажей, над которыми работал оригинальный дизайнер серии Татсура Ивамото. А для фанатов оригинальных игр была предусмотрена возможность переключаться между новым и классическим пиксельным стилем. Сборник также включает различные мелкие улучшения, такие как режим истории, бонусные материалы и галерею с артами персонажей. Один из самых ожидаемых проектов этого года — брутальный фантастический шутер от третьего лица Warhammer 40 000 Space Marine 2, 9 сентября наконец-то доберется до релиза на ПК и консолях текущего поколения. Для тех, кто впервые слышит об этой игре, Space Marine 2 — это прямое продолжение динамичного экшена, основанного на серии популярных настольных игр от Games Workshop. Первая часть вышла в 2011 году и рассказывала о космодесантнике Ордена Ультрамаринов Тите, сражающемся с орками в имперском мире кузнецы Грайя. Вторая часть продолжит историю героя, которому предстоит дать отпор новому врагу. Как и прежде, игра сочетает сражения в ближнем бою и динамичные перестрелки. Мелких и слабо защищенных врагов Тит без труда может разматывать из болтера или других огнестрелов, в то время как с более грозными противниками, облаченными в броню и способными отражать выстрелы, предстоит биться вблизи. С возможностью проводить эффектные комбо и разрывать тиранидов на куски. Space Marine 2 можно будет от начала и до конца пройти в одиночку, однако игра также поддерживает кооператив до трех человек. В сингле двумя напарниками Тита управляет искусственный интеллект, тогда как в кооперативном режиме два других космодесантника становятся играбельными персонажами. ПК-версия приключенческого экшена Satisfactory от создателей God Simulator и Sanctum покинет ранний доступ 10 сентября. В этой игре нам предлагают вжиться в роль инженера, которого отправляют в космос для работы над неким секретным проектом. По заданию необходимо превратить совершенно спокойную и дружелюбную планету в огромный автоматический цех, бесконечно добывающий ресурсы и создающий что-то новое. Исследуя красочный мир, игрок добывает ресурсы, проектирует фабрики и автоматизирует процессы для создания все более сложных продуктов. Каждое решение, от размещения зданий до оптимизации логистических цепочек, влияет на эффективность и успех производства. Постепенно развивая свою инфраструктуру, игрок сталкивается с новыми вызовами и задачами, которые требуют креативного подхода и стратегического мышления. 12 сентября выходит третья часть Test Drive Unlimited с подзаголовком Solar Crown. Сетевая аркадная гонка, в которой мы будем участвовать в заездах разной степени сложности по улочкам Гонконга, воссозданного в масштабе один к одному. А это на минуточку 550 километров дорог. В центре сюжета противостояние двух враждующих гоночных бандс, Stritz и Sharps. Игра представит более ста лицензированных машин, которые можно подвергнуть детальному тюнингу. В игре будет возможность оседлать такие знаменитые марки автомобилей, как Феррари, Ламборгини, Бугатти и даже более редкие машины. Присутствует в Solar Crown и MMO-элемент, который реализован с помощью местного отеля. Это своего рода хаб с различными социальными функциями, где пользователи смогут общаться между собой. Продвинутый физический движок, реализм и детализированное окружение также в наличии. Как и текстовый перевод на русский язык, что безусловно радует. А вот что может огорчить некоторых игроков, так это привязка игры к онлайну. Гонять по Гонконгу можно только с постоянным подключением к интернету, что гипотетически может стать причиной разного рода... неприятностей. Авторы Solar Crown, к слову, уверены, что вспоминать доброе имя Юбисофт с их Декрю во время игры в их проект геймерам всё-таки не придётся, так как они уже сейчас работают над решением на случай прекращения поддержки игры в будущем. Релиз мрачного олдскульного шутера фантазийных декораций Hands of Necromance 2 запланирован на 16 сентября. В нём игрокам вновь предлагается взять на себя роль протагониста из первой части, могущественного некроманта. Ну или же сыграть за новую героиню, у которой имеется свой уникальный набор чар, оружия и способностей, которые можно прокачивать, изучая древние магические тексты. Заниматься в сиквеле будем, как и прежде, исследованием разнообразных локаций, уничтожением орд врагов и решением замысловатых головоломок. Визуальный стиль игры выполнен в тёмных готических тонах в стиле культовых дум и херетик, что добавляет атмосферности и аутентичности происходящему безумию на экране. 19 сентября на ПК выходит God of War Ragnarok, последняя на сегодняшний день игра о похождениях бога Кратоса и его отпрыска. ПК-версии игры получат ряд преимуществ, в числе которых поддержка технологий масштабирования DLSS 3.7, FSR 3.1 и XS 1.3. Как можно видеть по трейлеру, игра обзаведётся более чёткими тенями, продвинутым освещением и отражениями, а модельки персонажей станут чуть более детализированными. В остальном же игра будет выглядеть примерно так же, как на PS5. В ПК-версию God of War Ragnarok будет по умолчанию включено дополнение Вальгалла, продолжающие сюжеты, включающие в себя элементы roguelike. За расширенное издание игроки получат саундтрек и цифровой артбук. За набор Тёмная долина, броню, одеяние и рукояти для оружия. В отличие от другого блокбастера Sony, Ghost of Tsushima, для ПК-версии God of War Ragnarok оставили обязательное наличие аккаунта PlayStation Network. А это значит, что для российских игроков, а также геймеров ещё 180 стран, официальная версия игры будет по сути недоступна, потому как там создать учётную запись PlayStation не представляется возможным. А потому, безо всякого зазрения совести, ждём релиз экшена в зелёном Стиме. 19 сентября до прилавков доберётся и Notria de la Son, колоритный соус-лайк от независимой студии из Милана. События игры разворачиваются в фантастическом мире на континенте Notria, созданном под вдохновением итальянским народным фольклором. Локации выполнены в стиле итальянских городов и деревень. Сюжет Notria рассказывает о Безмазочном, герое, которому посчастливилось стать тем единственным, кто способен управлять своей судьбой в мире захваченным авторами, существами, создавшими пьесу, которая привела мир в упадок. Их нам и предстоит победить. Главной особенностью игры выступает необычная система ролей. Персонаж может надевать маски побеждённых врагов и получать их способности. Кроме того, герой также способен изменять реальность, используя специальную силу. Это влияет на геймплей, помогая игрокам в решении головоломок и раскрытии многочисленных секретов в игровом мире. По мнению авторов игры, на фоне других соус-лайков, их проект определённо выделится благодаря уникальной атмосфере итальянского лета, которую мало в какой игре можно встретить. Цель авторов – показать культуру и богатое прошло Италии новыми способами, которые могут привлечь внимание широкой аудитории. 19 сентября на ПК и домашних консолях этого поколения выходит Dead Rising Deluxe Remastered, как нетрудно догадаться по названию, обновлённая версия зомби-экшена от Capcom. Однако, несмотря на подзаголовок Remastered, технически игра тянет на полноценный ремейк. Графика игры была полностью переработана на движке Re-Engine последней версии. Добавлена поддержка 4К и 60 FPS, а управление адаптировано под современные стандарты. Также разработчики добавили возможность прицеливаться во время движения и функцию автосохранения, которой не было в оригинальной версии 2006 года. А вот в своём содержании Dead Rising Deluxe Remastered будет полностью соответствовать оригиналу. Сюжетное повествование тоже, структура миссий без изменений, как и геймплейная основа. В наше распоряжение выделено всего 72 часа на основную сюжетную линию, в ходе которой мы, в роли фотографа Фрэнка Уэста, будем выполнять различные задания, попутно уничтожая толпы кровожадных зомби с использованием в качестве оружия практически всего, что попадётся на пути. От полноценных огнестрелов до клюшек для гольфа и рекламных стоек. Помимо разнообразного оружия, у персонажа также есть несколько своих приёмов для атак, которые открываются по мере повышения уровня персонажа. Релиз Frostpunk 2 переехал с лета на осень. И теперь долгожданная стратегия на выживание, которая вновь погрузит игроков в суровый ледяной апокалипсис, выходит 20 сентября. Напомним, что события сиквела развернутся спустя три десятка лет после событий оригинальной игры. Земля всё ещё остаётся покрытой смертоносным морозом, но эпоха пара давно позади, теперь главной надеждой на выживание у людей становится нефть. В качестве лидера выживших игрокам предстоит возвести последний город на земле и взять в свои руки управление, следить за базовыми потребностями жителей, обустраивать районы, решать проблему враждующих фракций и противостоять различным группировкам. Разработчики уверяют, что каждое принятое игроком решение в сиквеле будет иметь далеко идущие последствия и может повлиять на благополучие колонии. Что касается прочих нововведений, то графика в игре будет существенно улучшена, это в общем-то заметно уже по трейлерам, а также будут добавлены новые игровые механики и возможности выбора. Разработчики из болгарской студии Клаппер Хэтс собираются выпустить свой хоррор с эффектом нагрудной камеры Зучозе с 23 сентября. В этой игре нам достанется роль смотрителя зоопарка в ночную смену. В первую же рабочую смену бедолага столкнулся с животными, которых поразил неизвестный вирус, превративший их в монстров. В трейлере можно заметить жирафа с раздвоенной мордой или, например, кенгуру с зубастой пастью на животе. Чтобы выжить, работнику придется взять образцы у тех особей, которых не коснулся вирус, создать целебную вакцину и спасти зараженных. Обещано, что действия главного героя будут влиять на множество событий в игре и на ее концовку. Последних ожидается несколько, будут как хорошие, так и плохие. Игра получит текстовый перевод на 14 языков, включая Великий и Могучий. 24 сентября в раннем доступе на ПК появится Gritfall 2 The Dying World — сиквел вполне себе неплохой ролевой игры от французской студии Spiders. События продолжения развернутся за три года до начала первой Gritfall. Игрокам в роли уроженца острова Тирфради, волею судеб попавшему на континент под названием Гекейн, предстоит обрести свободу и бросить вызов местному тирану, имперские амбиции которого грозят уничтожением всего сущего. Разработчики обещают уникальный мир, детализированные локации, новые фракции компаньонов, но основная ставка будет делаться на сюжет, тяжелые решения, которые предстоит принимать игроку в ходе прохождения, а также более тактическую боевую систему. На запуске будут доступны первые сюжетные главы, компаньоны и три масштабные локации. А в ходе раннего доступа в игру обещают добавить еще около 30% от общего объема контента, в числе которого новые регионы, квесты и умения. Далее у нас идет Ara History Untold — глобальная историческая стратегия с пошаговыми боями от бывших авторов серии Civilization. Здесь мы тоже берем под свое управление одну из доступных наций и пытаемся развить ее до пика, исследуя земли, развивая искусство и культуру, занимаясь дипломатией и сражаясь с противниками. Игроки смогут провести свою страну через 12 технологических эпох, и в процессе игры не раз придется принимать сложный выбор относительно того, в каком направлении будет развиваться государство. Одной из главных особенностей Ara History Untold заявлена необычная для подобных игр пошаговая система в онлайн-режиме, построенная на одновременных ходах. Игроки фактически выполняют свои действия одновременно, а искусственный интеллект будет учитывать различные факторы, чтобы определить порядок применения этих ходов на карте. Выполняя различные задания, игроки зарабатывают престиж, который учитывается при переходе в новую эпоху с новыми технологиями и возможностями. Ну а тем бедолагам, которые не наберут в ходе прохождения достаточно очков престижа, в определенный момент игра просто не даст двигаться дальше. Их нации прекратят свое существование, а игра закончится, никаких компромиссов. Игра выходит на ПК 24 сентября. По словам разработчиков, проект будет получать регулярную пост-релизную поддержку. Еще 24 сентября выходит Disney Epic Me Кири Брашт, переиздание бывшего эксклюзива Nintendo Wii от Борона Спектра, вышедшего в 2010 году. По сюжету игры, знаменитый маскот Дисней отправится в пустошь, вместо забытых мультяшек, чтобы спасти его от злобного клякса Фантома. Используя волшебную кисточку, Микки путешествует по миру, восстанавливая его прежние краски и сражаясь с противниками. Также он может использовать различные способности, такие как, например, растворитель, умеющий превращать врагов в друзей. Новой версией красочного платформера занимаются THQ Nordic и студия Purple Lamp. Разработчики обещают полноценный ремейк с множеством улучшений, в том числе улучшенную графику и управление. А также новый набор движений для Микки Мауса, среди которых рывок, удар по земле и спринтерский бег. Обновленное издание зомби-слэшера про чирлидершу Lollipop Chainsaw появится на ПК, актуальных домашних консолях и Switch 25 сентября. Новая версия с подзаголовком Repop не является полноценным ремейком игры 2012 года, как изначально задумывали разработчики. Авторы не стали переделывать оригинал с нуля и не меняли сюжет, но добавили больше контента. В числе которого новые комбо и наряды для героини, а также игровой режим Repop с более красочными эффектами для драк. А специально для стримеров добавили отдельный режим без лицензированных композиций. Ну и под конец месяца, 27 сентября, выходит FootSim EA Sports FC25 от Electronic Arts, наследник FIFA. В игре будет доступно более 19 тысяч футболистов, более 700 клубов и сборных из 40 лицензированных лиг и чемпионатов. Кроме того, пользователи смогут поиграть на 120 реальных стадионах в самых разных уголках земного шара. В новой части разработчики обещают улучшенную детализацию игроков, стадионов и окружения, а также сделают более реалистичным и иммерсивным звуковое сопровождение игры. Звуки стадиона и голоса комментаторов. В игре появится новый режим под названием Rush 5 на 5. Он придет на замену режиму уличного футбола Волта. Rush — это матчи для игры с друзьями. Вместе игрокам предстоит управлять командой из пяти футболистов, соревнуясь как друг с другом, так и с компьютерными соперниками. Также в новой части впервые добавят режим карьеры с женскими командами. Под управлением можно будет взять игрока или целую команду из топ-5 женских лиг. А вскоре после релиза разработчики планируют добавить режим «Динамические точки карьеры». В нем можно будет воссоздать футбольные матчи прошлого, но с участием современных игроков. А на этом наш выпуск про релизы сентября подошел к концу. Обязательно поделитесь в комментариях, в какие из этих игр планируете играть вы, поддержите видео лайком, ну и подпишитесь на канал. Новое видео уже на подходе, а пока оставайтесь с нами, дальше будет только интересней. Засим откланиваюсь, всем добра!